Доброе утро! О событиях минувшего дня расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей. Я Евгений Гуляев. Смотрите в нашем выпуске. Опасный июнь. Синоптики и спасатели. Единодушный регион ждет жаркий и сухой месяц. Риск масштабных лесных пожаров вполне реален. Дом Ханеса Майера должен возродиться в обновленном виде. В Перми начали разбирать знаменитое здание по Уральской 110. Грудное молоко не только для младенцев. Пермский предприниматель в одной из своих точек общепита предлагает гостям кофе с молоком кормящих матерей. ФСБ раскрыло подпольных оружейников в Пермском крае. По информации службы, спецоперация была проведена в 44 регионах страны. Всего выявлено 165 человек. Изъято оружие, боеприпасы. Прекращена работа 40 подпольных мастерских. Из незаконного оборота изъято 399 единиц оружия отечественного и иностранного производства. Также обнаружено 59 килограммов взрывчатых веществ, 387 артиллерийских снарядов, 72 тысячи патронов. Бесхозные боеприпасы. Рядом с трассой, соединяющей новые леды и Пермь, житель Сылвы нашел артиллерийские снаряды, сообщает издание «Комсомольская правда». Мужчина по имени Александр проезжал на мотоцикле мимо Васильевского лога. Там он и обнаружил находку. Снарядов насчитал порядка 20 и сразу же позвонил в полицию. Она оцепила место сигнальной лентой и вызвала для оценки ситуации саперов. Раньше Александр служил в артиллерийских войсках, поэтому сразу понял, что именно за снаряды оказались перед ним. Это 88-миллиметровые бронебойно-трассирующие снаряды, 125 и 150-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды. При этом, по мнению Александра, снаряды не времен Великой Отечественной войны. Были сделаны гораздо позже. Неподалеку от лога, где они лежали, раньше располагалась воинская часть. В пресс-службе МВД по Пермскому краю сообщили, что снаряды обследовали взрывотехники Росгвардии. Никакой опасности они не представляют. Скатился в реку и погиб. В Березняках 44-летний водитель по неустановленной пока причине съехал в реку Зырянка на автомобиле «Лада Гранта» и утонул. В результате машина полностью ушла под воду. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии. Автомобиль конфисковать хозяина в колонию. В Краснокамске осудили злостного нарушителя правил дорожного движения. Как-то в феврале ночью экипаж ДПС остановил для проверки документов автомобиль «Мазда». Инспекторы заметили, от водителя исходил резкий запах алкоголя. А свидетельствование подтвердило. Гражданин не трезв. Выяснилось, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения этого гражданина ранее судили уже четыре раза. Последний раз приговорили к реальному сроку лишения свободы. Однако он снова сел за руль пьяным и без прав. В пятый раз суд назначил виновному наказание полтора года в колонии общего режима. А также пять с половиной лет запретили управлять транспортным средством. Также суд постановил конфисковать принадлежащую молодому человеку «Мазду». В Прикаме зафиксировано 36 лесных пожаров. Об этом на заседании краевого правительства сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Статистика по их количеству в этом году на 30% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В связи с неблагоприятными условиями и высокой степенью опасности возникновения лесных пожаров в регионе установили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление правительства приняли в рамках прошедшего заседания. У нас достаточно серьезные сегодня погодные вызовы с точки зрения пожароопасного сезона. Видите вы, что погода нас не балует осадками. И достаточно серьезные последствия этого испытывают наши уважаемые соседние территории Свердловска, Челябинска и Курганских областях. Люди на самом деле везде одинаковые. И, конечно же, есть у нас случаи, когда есть неосторожное обращение с огнем. Но поскольку мы несколько лет назад приняли с вами решение, что будем выстраивать четырехуровневую систему мониторинга, в общем-то удается, как и в прошлом сезоне, ликвидацию пожаров производить в первые сутки. И это очень хорошо, поскольку это не позволяет пожару распространяться. И это экономит и силы, и средства. На территории региона в этом году произошло 36 лесных пожаров. 35 из них ликвидировали в течение первых суток. При этом общая площадь, которой прошел огонь, 102 с небольшим гектара. Система мониторинга охватывает 100% лесного фонда, отметил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамид Дмитрий Беланович. Сегодня наши камеры авиамониторинга также зафиксировали смог, дымку и гарь, который двигается к нам с Тюменской и Свердловской области, с восточной части. С начала пожароопасного периода на территории Свердловской и Челябинской области произошло 782 лесных пожара, а их площадь составила почти 180 тысяч гектар. По предварительным данным, в июне также будет жаркая погода и мало дождей. Их ожидается на 30% меньше нормы. Не исключены резкие порывы ветра. Такие условия способствуют формированию грозовой активности, а это нередко приводит к возгоранию. По словам руководителя Минприроды региона, как минимум каждый пятый лесной пожар возникает в результате грозы. Но не надо упускать из внимания и человеческий фактор, отметил глава регионального управления МЧС России Александр Урусов. К огромному сожалению, в субъекте имеются случаи пренебрежения правилами противопожарного режима муниципальными служащими. Так, 21 апреля в одном из населенных пунктов края сотрудникам Федерального государственного пожарного отзора в ходе исполнения служебных обязанностей был выявлен факт сжигания мусора с нарушением требований пожарной безопасности на территории своего домовладения главой муниципального округа. Глава решил не соблюдать требования пожарной безопасности и тем самым подал негативный пример жителям населенного пункта. В каком именно муниципалитете нашли главу нарушителя, руководитель регионального управления МЧС не сообщил. В пресс-службе пояснили, что эта информация не уточняется. Но это и не важно. Главное, чтобы жители населенного пункта не делали так же. Ведь дурной пример, как известно, заразителен. Андрей Григорьев, Олег Романов, телевизионная служба новостей. Новые потери. Стало известно, что еще трое наших земляков погибли в ходе специальной военной операции. Это Николай Пирожков и Михаил Кочнев из Осинского округа, которые воевали в рядах частной военной компании «Вагнер». А также уроженец Селикамска Филипп Шишигин. Об их гибели в соцсетях сообщают местные администрации. В Перми начали разбирать знаменитый дом Ханеса Майера по Уральской 110. На объекте сносят все конструкции здания, за исключением фундамента. Демонтаж собираются завершить до конца мая. Напомним, дом на Уральской 110 был построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханеса Майера в стиле конструктивизма. В январе 2019 года произошло частичное обрушение левого крыла дома. В феврале того же года здание, известное как общежитие политехнического колледжа, было признано аварийным и подлежащим сносу. В феврале текущего года городские власти заключили контракт на реконструкцию объекта с компанией ЖБК «Строй». Стоимость работ – 645,5 миллионов рублей. На месте снесенного здания построят новое с похожими габаритами и фасадом для школы номер 146. Для этого до сноса провели проектные, изыскательские и обмерные работы. Само строительство начнется в 2024 году и завершится в конце 2025-го. Пенсию вовремя не получили. В редакцию телевизионной службы новостей обратилась дочь двух пермских пенсионеров. Семья была вынуждена бороться за гарантированные выплаты. В итоге свои деньги пожилая супружеская пара ждала около двух недель. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Семья Петченко – пенсионеры со стажем. Оба ветераны труда, а отец семейства также инвалид. Пенсию им всегда приносили вовремя, но в мае, в обычную дату, они ее не дождались. Как и на следующий день. Деньги не приносили всю неделю. Пожилые супруги попросили помощи у дочери. Она отправила запрос на Почту России, ежедневно звонила. В конце концов, социальная выплата пришла, но не целиком. Статусы ветеранов труда и инвалидность остались проигнорированы. Надежда начала звонить по новому кругу. Хотелось бы, чтобы элементарно перед людьми извинились и сказали, когда будет следующая пенсия, чтобы они сидели, не милости не нуждали, а свои законно заработанные деньги. То, что положено по закону, принесли не все. Когда принесут, ничего не сказали. Где оно все и когда теперь ждать, тоже ничего не сказали. Мы подключились к решению проблемы и от имени редакции направили запросы в Социальный фонд России и на Почту России. Из фонда нам ответили следующее. С 1 мая 2023 года все пенсии в наличной форме в России на дом или через кассу доставляют организации Федеральной почтовой связи. Да, с 1 мая в России изменились правила доставки пенсий. Теперь приносить их на дом будут только сотрудники Почты России. Раньше наряду с ними делать это могли представители частных компаний. В самой же Почте России рассказали, что всю информацию можно уточнить по номеру телефона, который сейчас на экране. Если в установленный выплатной день получатель по какой-либо причине не получит пенсию, осуществляется повторная доставка по адресу до конца выплатного периода. Когда заканчивается этот период, как пенсионерам узнать о времени визита почтальона и принесут ли на этот раз все выплаты, эти вопросы так и остались без ответов. Ясно одно – нововведение усложнило жизнь пенсионеров. По меньшей мере двоих точно. В итоге герои сюжета пенсию с полагающимися надбавками все-таки получили, но для этого пришлось хлопотать, ждать и лично идти на почту. Пожилые люди очень надеются, что такая ситуация больше не повторится. Мы ждем, потому что в этот день мы ждем, как принесут. Планируешь, куда потратить, как что-то купить надо, или продукты в основном? Где же это человек? Мы же живем за счет пенсии только, у нас же нет других доходов. Если вы или ваши близкие столкнулись с такой же проблемой, сообщайте нам, будем разбираться. Ярослав Большаков, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Хорошая промо. Российский актер Алексей Чадов стал советником губернатора Пермского края. Об этом он сообщил в социальных сетях. По словам артиста, он будет курировать культурную жизнь и развитие в регионе кинематографа. Чадов также поблагодарил Дмитрия Махонина. Спасибо губернатору Пермского края Махонину Дмитрию Николаевичу за оказанное доверие и поддержку. Впереди ждет большая работа. Буду держать вас в курсе событий. А в конце подмигивающий смайлик, на который, судя по всему, мало кто обратил внимание. В комментариях сплошные пожелания успехов в новой должности. Ряд пермских СМИ также сообщил об этом назначении вполне серьезно. Но вот по информации издания «Новый компаньон» речь всего лишь о новой роли актера. Алексей Чадов сыграет советника губернатора Пермского края в фильме «Культурная комедия». Это история о балчном чиновнике, который решает сколотить состояние на сфере культуры. Продюсирует фильм Гавриил Гордеев, режиссер – Владимир Кот. Очевидно, что все события и персонажи вымышлены, а любое сходство с реальными событиями – случайно. Грудное молоко во взрослую жизнь. Пермский предприниматель предлагает гастрономический изыск. В одной из своих точек общепита коммерсант ввел в меню новую строку. Кофе с молоком кормящих матерей. Сообщается, что женщины приносят его ежедневно. В результате сырья хватает на полсотни порций напитка. У меня его как раз много. Ребенок и так наедается. И я решила, почему бы и не позаработать. Когда я увидела объявление, у меня уже было в запасе 2 литра молока замороженного. Поэтому все было наготовить. За пакет – 1000, но для нашего городка это вполне достаточно. Плюс я еще мастер маникюра, и сейчас особо не попилишь. Все желающие сотрудничать с кофейной индустрией обязательно должны вместе с молоком принести справку из больницы. Предприниматель намерен расширить проект и надеется, что найдет новых мам с излишками питательной жидкости. В планах закупать замороженное молоко и выйти к зиме наоборот в 1000 стаканчиков в день. Около 9 мамочек нам поставляют молочко со всеми справочками. Выходит примерно 5 литров. Кофе специально мы поставили ценник достаточно большой – 650 рублей. Для Перми это достаточно много. В среднем за день получается около 45-50 стаканчиков на всех треточках. На самом деле много подобных предложений. Необычной бизнес-моделью уже заинтересовался депутат законодательного собрания Пермского края Олег Постников. Народного избранника заботит, насколько это все законно. Интересно, а на это женское молоко для приготовления кофе существует ГОСТ? И можно ли попросить сертификат соответствия? А то вдруг молодая мама болеет, чем не дай бог. Оформлены ли мамочки как самозанятые? Как думаете, пора подключать Роспотребнадзор и налоговую? Вопросов больше, чем ответов. Роспотребнадзор уже подключился. Сообщать телеграм-канал «Большая Пермь» специалисты пояснили, что молоку матери в кофейне не место. Подобная деятельность противоречит действующему законодательству. В обращении могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, прошедшие подтверждение соответствия установленным требованиям. Грудное молоко не является пищевым продуктом, его оборот не регулируется требованиями технических регламентов. Реализация его под видом пищевого продукта запрещена. Наш эфир продолжается. Не переключайтесь.